добрый день дорогие родители проект школы австралии это обещанное видео о том как же нам заставить заставить наших школьников читать много лет назад не было телевизоров не было радио не было смартфонов особенно на нашей родине не зимой были короткие что еще делать мы все читали то читали мы такая начитанная нация приехали в австралию где солнышко светит на пляже хорошо когда читать если такая жизнь классная на улице читать никогда и здесь культура немножко другая да не надо бы таким супер умным начитанным и в университету жить и не надо здесь индустрия совсем другая можно и без этого очень даже прилично жить но я не отрицаю факт что самое лучшее что вы можете дать своему ребенку это чтение и путешествие то есть как говорит одна китайская пословица тысячу дорог тысячи книг и в принципе жизнь состоялась я очень люблю первую часть поэтому я фокусируюсь на дороге наверное больше чем на чтение но за вторую часть я тоже держусь как могу и мы замечаем что со временем как бы дети у нас вырастают ну не все мы не будем обобщать конечно же они читают все меньше и меньше то если с младшим школьником мы как-то можем эту ситуацию контролировать и навигировать старшие школьники у нас исчезают в мир интернета ютюба тик тока мини видео и обратно не возвращаются что говорит статистика статистика конечно же ужасающие потому что около 80 процентов студентов университета не читают приписанную им курсом литературу можете представить какое количество детей платит огромные деньги за обучение университетское не получая от него все плюшки ну в университете учиться понятно как бы поступил замечательно потому что нужно работать что-то делать эти 80 процентов да это вот эти вот как называют студенты которые на пас лишь бы была бумажка то есть полные бенефиты от курса учебники в которых написаны до умные вещи и статьи которые приписаны курсом это не читается то есть цифра довольно-таки страшная что происходит в школах то же самое да у нас нет вот этих вот список литературы на лето как у нас было в нашем детстве далеком у нас может быть одна книга на четверть это в одной четверть и может книга в другой может быть фильм а в третьей мы можем смотреть на какой-нибудь материал маркетинговый и его анализировать на руки английского языка и у наших родителей шок да почему что происходит почему мы не читаем в школе практически ничего не задают да есть такая фишка я скажу что уровень начитанности нашего он он намного выше и смотреть в среднем и я в какой-то степени в веню технологии потому что ну смотрите человек да как маленькая обезьянка наши дети откуда удовольствие получить быстрее сидеть с книжкой где буквы на или посмотреть видео где все двигается все объясняют на слух и все ярко и коротко как пишут мои школьники своих эссе замечательная вещь youtube потому что то что раньше занималась 100 страниц чтения на ютюбе очень быстро в картинках объясняют зачем читать ну мы знаем точно что если мы много читаем это хорошо влияет на нашу письменную речь если мы хотим чтобы эта письменная речь особенно на английском языке у нас была на хорошем уровне в чтении не обойтись нашей группе я провела опрос в нем участвовали конечно не все 2500 человек было 127 родителей и 28 процентов сказали да мой ребенок читает запоем ну это отражает наверное соцсети да если у нас все хорошо мы на соцсетях обязательно похвалимся 24 читают если пнуть я наверное в этой категории с одним ребенком и 13 процентов читает регулярно но не за пойма в свое удовольствие да вот у меня еще второй ребенок есть такой была опция мой ребенок читает youtube мне конечно же никто не отметился но опять же это динамика соцсетей когда у нас все плохо да мы же не показываем это публично ну если вы не участвовали пойти к эти боксы чтобы мы посмотрели что происходит у вас а я сегодня вам приготовила 10 фишек которые использовала я с того времени когда мои дети были совсем маленькие и я на самом деле продолжаю использовать то есть я такой борец я держусь за последнее вот как мы путешествуем без айпедов например мы это нелегко но это возможно я стараюсь выделять время на библиотеку и вот пока мои тинейджеры вообще не скажут не перекроет мне кислород с этим со всем я это продолжаю продвигать в массы и так 10 фишек первая фишка они записаны я по ним пойду что я делаю я выбираю какой какой-то воскресенье это не обязательно должно быть каждую неделю но если до каждую неделю это просто шикарно я везу всю семью обязательно всю семью в библиотеку но не постоянно одну и ту же не районную мы выбираем библиотеку в каком-то районе все дни это было шикарно потому что выбор огромный и мы едем туда а это также привязано может быть к семейному ланчу с какой-то прогулкой какая-то площадка если дети постарше может быть там есть скейтборд парк но зацепка вот за эту библиотеку и мы идем эту библиотеку и что я говорю я не говорю возьмите книжку обязательно читайте вот будем сидеть пока вы не прочитаете целую новеллу нет я говорю ребятам мы здесь будем 90 минут или мы здесь будем час делайте что хотите и все мы до нас четверо по своим углам я читаю журналы то есть я не могу детям говорить да вот читайте только книги потому что я сама сижу журналами я читаю два журнала библиотеки money investments и какой-то parenting или counseling то есть это постоянно одна и та же рубрика мой муж да там читать что-то свое комиксы или что он там любит и вот они разбрелись по библиотеке и они действительно делают что хотят то есть я им не даю задание читать я им даю время сколько мы здесь будем отставьте меня в покое вот вы делайте что хотите скорее всего они будут читать или хотя бы листать книгу следующий пункт книжный магазин во время семейного ланча что мы еще делаем раз неделю раз две недели мы выезжаем в районы знаете такие райончики когда на улице длинные очень много разных ресторанов и там обычно есть книжный магазин какой-то second hand recycling vintage shops и вот можно походить по этим по этому всему обычно происходит так мы если ждем время нашего ланча которую мы забронировали я завожу всех в книжный магазин или же мы это делаем после ланча книжный магазин книжечки красивые пахнут классно да все ярко удобно там есть кресло сейчас можно посидеть почитать мы там проводим обычно где-то час то есть дети абсолютно они сейчас тинейджеры они это дело любят следующее гараж сейл или распродажа книг при университетах и любых организациях которые устраивают раз в полгода или раз в год а быть такой огромный буксейл вы просто берете ребенка с собой мне надо для работы ты идешь со мной друг делай что хочешь опять же вот это вот ключевая фраза делай что хочешь там можно просто рыться там очень много всего и вот этот момент какой важен да они не всегда хорошо ну там есть классификация на этих столах но так как людей много книг много тот момент когда я роюсь среди книг я что-то ищу что мне нравится у нас глаза бегают сканируют то есть этот навык чтения происходит когда мы вот на этой огромной гараж сейл следующая штука у нас есть машины да мы куда-то едем у нас есть длинные дистанции у нас есть короткие дистанции длинная дистанция когда вы путешествуете аудиокнига понятное дело мы все этим занимаемся одно иногда ваши дети не хотят слушать никакие аудиокниги но у нас для них есть сюрприз папа и мама то хотят слушать аудиокнигу и мы включаем то что хотим слушать мы возможно это непонятно да но вот эти вот слова все сложные они слышат что то там откладывается иногда я иногда получаю вопросы о а что это за слово я такого слова не знаю то есть слушайте для себя они сидят сзади и все это впитывают короткие дистанции что я делаю я не включаю аудиокниги хотя есть вариант например книжечка до rebel girls да там очень коротенькие 20 минутные рассказы но я включаю подкасты и подкасты такие жизненные на разные темы не обязательно для детей подкасты идут на ура я специально подбираю то что куда мы едем полчаса до подкаст на полчаса 20 минут подкаст на 20 минут и вы их можете слушать на скорости 1.2 до 1.2 если он длиннее можно побыстрее скорость включить поэтому короткая дистанция а подкаст послушали то есть это был четвертый пятый пункт длинные дистанции короткие дистанции шестой пункт это я делаю очень часто часть моей профессиональной деятельности заключается в том что я должна показывать моему работодателю и для себя лично какое-то наличие часов профессионального развития и все профессиональное развитие сейчас идет через вебинары они у меня на всю комнату то есть я слушаю лекции дома я слушаю youtube я слушаю профессиональное развитие да с моего от моего работодателя я это включаю на всю громкость по дому хожу потому что я могу готовить что-то еще и вот они сидят и тоже это слушают а у меня темы классная образование пэрентинг психология то есть все понятно все очень интересно и многое детям понятно следующая штука есть у многих родителей такое правило сначала книга потом фильм дело касается гарри поттера потом что еще у нас там хоббит василин колец и все такие известные штуки я для себя нашла такую фишку у меня например работает сначала фильм а потом книга но тут нужно сделать очень мудрую штуку во время фильма ну вы должны сами знаете фильм и книгу можно делать такие комментарии а в книге то не так о они совсем перекрутили сценарий и у ребенка возникает интерес а как перекрутили слушай у нас есть книга посмотри зайди вот в эту часть книги и там все по-другому вот у нас примерно сейчас знаете идет на нефликсе продолжение властелина колец они написали новый сценарий и он вообще не похож на книгу без проблем вот такая толстая книжечка 200 последних страниц аппендисис мои тинейджеры сидят и ищут различие фильм и книга сработала дальше восьмой пункт я любила это делать когда дети были помладше но сейчас я это тоже практикую у вас очень много книг они где-то там на полках живут вы меняете с этими книгами возможно своими друзьями вы что-то отдаете что-то берете но с полок они должны сойти и они должны найти место вот я это называю разбросать по квартире по дому то есть я беру что-то и вот просто оставляя на журнальном столике на диване в открытом виде хорошо работает это с энциклопедиями то есть не столько с рассказами или там роман а именно вот когда одна страница и нужно прочитать очень рекомендую это такая штука когда книжка лежит дай-ка полистаю с младшими школьниками шикарно работает и делаете вот такую ротацию да сегодня разбросала пару энциклопедий про human body там через недели две разбросала что-то по science следующий момент девятый пункт блог блог это тоже книга видео блог это тоже книга никто не мешает вам разрешить ребенку читать блог какого-то интересного человека ну то есть нужно ребенку это порекомендовать или слушать видео блог какого-то интересного человека потому что это тоже чтение всю информацию наверное которую я профессионально получаю она ведь не в книгах сейчас живет она живет в статьях в коротких и вот в этих профессиональных блогах это реалии нашей жизни время очень мало все меняется очень быстро и ни у кого нет времени читать вот такие толстые книжки и в какой-то степени даже университетские учебники как в таком виде как они существуют они себя изжили как сказал мой муж когда через несколько лет у нас будет youtube университетский и когда мы пишем референсы в нашей работе у нас будут линки к youtube вместо статей потому что младшее поколение растет на визуальном материале на аудиоматериале с powerpoint а и вот этих вот мини видеороликов и это таким образом они воспринимают информацию теперь последний пункт последний пункт это мой ребенок не читает он только смотрит телек ну хорошо поставьте субтитры и он уже читает но мы это сделаем очень мудро мы сделаем подборку хороших иностранных фильмов фестивали проходят до зарубежного фильма каждый год вы берете оттуда то что подходит возрасту вашего ребенка особенно уделяем внимание такому жанру как документальный фильм и включаем субтитры на французском замечательно субтитры на английском ну или там русский на итальянском замечательно субтитры на японском еще лучше поэтому ребята чем пнуть и с книжкой бегать по дому подойдите к этому процессу немножечко креативнее повторю 10 пунктов очень быстро если полезно пожалуйста дайте мне знать мне будет очень приятно и если какой-то пункт особенно нравится когда его произнесу дайте мне знать первое идем библиотеку и говорим мы здесь 90 минут не говорим читать просто грим мы здесь будем вот столько времени делайте что хотите второе заходим в книжный магазин когда мы семья где-то гуляем третье вводим ребенка на распродажу книг большие гараж сейлс четвертое короткие подкасты для машины то есть на короткую дистанцию подкаст на длинную дистанцию аудиокнига для родителей если родители слушают да дети тоже слушают не обязательно их желание и не обязательно детская книга шестое любое профессиональное развитие родители можно включить на громкость в доме пусть дети тоже слушают такая фоновая вместо музыки седьмое сначала сначала фильм говорим что фильме не так чем отличается это от книги и говорим ищите в книге различия то есть фильм потом книга восьмое разбросали книжки по дому открыли их на какой-то странице это работает хорошо с энциклопедиями девятое блоги до блог видео видео влог это тоже книга это тоже чтение и десятое субтитры но на иностранных фильмах если было полезно дайте пожалуйста знать в комментариях мне будет очень приятно используйте эту шпаргалку и всем приятного чтения мне будет очень приятно используйте